Продолжение следует... Если я отчасти повторю, как будто аудитория другая, так что то, что этот повтор никого особенно не затруднит, повторю то, что я недавно докладывал в Институте языкознания. Я хочу из разных вопросов, связанных с древностью и живым камнем, выделить несколько лингвистических проблем. То есть, иначе говоря, то, что сейчас вам скажу, это скорее продолжение не доклада о симметрии, а сделанного раньше доклада о культе камней у хетов. Я хочу рассмотреть несколько вопросов в переводе на нашу современную терминологию того, что можно назвать хетским богословием. То есть, некоторый корпус сведения о явлениях божественного характера и тех словах, которые при этом употреблялись или использовались. О самом культе я рассказывал раньше в одном из предшествующих докладов, так что это будет такое послесловие к докладу о культе камней. Значит, первая проблема, которая остается до сих пор не совсем решенной, это вопрос об индоевропейском названии бога в целом, которая использовалась, по-видимому, в очень ранний период хетами, но только отчасти упоминается в самых ранних хетских текстах. Сравнительно недавно мне удалось напечатать по-русски, но там и все возможные переводы на немецкий, итальянский и русский. Самую раннюю древнехетскую надпись «Цариониты» – это приблизительно середина XVII века до Рождества Христова. Значит, это приблизительно что-то порядка 3700 лет до нас с вами. В этом самом древнем тексте «Цариониты» упоминается бог, имеющий индоевропейское название бога, который в таком виде дальше не употребляется. Поэтому приходится думать, что эта основа была, как и во многих, практически почти всех индоевропейских языках, но мы ее видим только в этом древнем тексте и в очень специфическом употреблении. А именно, в древнехетском были характерные для этого языка сочетания существительного с определяющим его притяжательным местоимением. И вот такое сочетание «бог наш» – значит, по-херски это будет «си-у-сум-ми» в именительном падеже «сум-мис», но реально встречается в текстах «винительный падеж» – это будет «си-у-сум-мин». «Сум-ми» – это «наш», притяжательное местоимение древнее, только в древнем языке. Потом заменяется на форму родительного падежа. А вот интересная эта форма «си-у-сум-мис». Это, несомненно, даевропейское «ди-у-у-у» или «дей-у-у-у-у». Дело в том, что в ядском дифтонг «эй» тоже может отразиться в этом последующем «э» или «и». поэтому «дио» неоднозначно превращается в «силу», а может быть, это и «дейв». Но всё-таки, скорее, вероятно, можно для упрощения считать, что это «дио». То есть, иначе говоря, это та основа, которую мы знаем в латинском «deus». В санскритском «deo», в литовском «deus», в латышском «deus», в древнепрусском «deavs». Ну, пропускаю отдельные италийские и кельтские языки. Во всех представлена эта основа, которая также, как вы знаете, даёт имя «Зевса» в греческом. Совсем непростой вопрос с отражениями в славянском, но в какой-то, может быть, иронизированной форме. Это индоевропейское слово было и в славянском. Некоторые проблемы с его соответствиями в других анатолийских языках. Значит, проблема связана с его основным значением. Вы знаете, основное значение в классической индоевропейстике обычно понималось как «бог ясного неба» или «бог, связанный с солнечным днём». Ну, отсюда производное с значением «бог солнца». В частности, в анатолийском и пхетском есть основа, отражённая в лувийском форме «тиват», которая означает «бог солнца». Ну, в самом хетском языке слово вытеснено заимствованным хатским, не индоевропейским словом. Но, безусловно, что, судя по отражению в других анатолийских языках, такая основа была. Очень неясная ситуация в одном из малоизученных, ну, потому что мало текстов, малоизученном по лавицкому языке, который был в разных отношениях ближе к хетскому, чем к другим анатолийским. И в нём эта основа без конечного «у». Поскольку конечное «у» вполне могло быть очень древним суффиксом, может быть, тем, что Шпехт называл «у» сакральное, поскольку возможно, что основа была «dei» или «di», как в прославянском названии «дня», откуда наши «день», и как в латинской «dias». Но всё-таки вот сравнивая лувийское «ti wad» с палайским «ti yad», без «wo», мы в некотором затруднении, потому что мы недостаточно знаем палайский, поэтому, может быть, мы просто не знаем какого-то фонетического закона, по которому это в интервокальном положении после неслогового и могло исчезнуть. Но это неясный вопрос. Значит, что кажется интересным? Это слово употребляется только в одном контексте, а именно в надпись «ианиты» рассказывается, что царь, который правил в городе Цальпа, город Цальпа, название которого было у нескольких городов, ну, в частности, город у Чёрного моря при впадении основной реки, ну, то, что позднее был Голиз, впадение основной реки в Чёрное море, вот этот царь этого города, до этого царства Цальпа, перенёс Бога с этим названием, Бога нашего, перенёс из города Несса, то есть из старого центра, где говорили на херском языке, который назывался тогда Нессийский, это до исторического письменного периода развития херского языка, язык назывался Нессийский, и царь перенёс Бога нашего из Нессы в Цальпу. Вы знаете, какие потрясающе интересные сведения сообщают исследователи последних лет, которые пытаются соединить лингвистические, филологические занятия этими словами с археологическими данными. Они занимаются вопросом о том, а что это значит перенести Бога из одного города в другой. По-видимому, переносятся статуи. Я об этом ещё буду говорить, о том, как они называются. Переносатся статуи, и крайне интересный, такой неэлементарный вопрос, это величина этих статуй. Представьте, очень небольшая. То есть это, вот известные примеры, 50 сантиметров, 38 сантиметров, то есть перенести такую статую никакая не проблема. То есть когда царь захотел переместить, то он просто с собой может взять на свою колесницу. Это даже не нужно как-то специально обставить. Поэтому, при том, что это выглядит так очень торжественно, что Херта, присоединяя разные области, присоединяли также очередных богов. Всего было тысячи богов, они называют такое число. Но вот интересно, что это Бог наш. То есть, по-видимому, это индоевропейский Бог. В отличие от многих других богов, значит, это уже достаточно пёстрый пантеон. Но я об этом Сиу вам говорю, потому что основное слово, которым я сегодня занимаюсь, и которое, мне кажется, очень интересным и важным вот для того, что я называю богословием для этого времени, это производное от этого слова. Значит, в следующих херстских текстах всех, и древних, и средних, и новых, то есть, в текстах вот времени существования большой херстской империи с тысячей богов, общее слово для Бога было не Сиу из индоевропейского, а производное от этого Сиу с суффиксом «на». Значит, это Сиуна или Сиуни. Чаще вы увидите производное от Сиуни. Сиуна значит Бог, ну, в частности, один из тысячи богов. То есть, Сиу, Бог наш, это какой-то очень индивидуальный Бог, то есть, возможно, действительно, Бог, связанный с определенным состоянием неба в древних, самых древних, даже не херстских, а акастских текстах, в которых есть анталийские заимствования, встречается формула «Бог на небе», ну, вообще говоря, точно совпадающая с всем хорошо известными формулами в отдельных индоевропейских диалектах типа старославянского небеси. Значит, в херстском это будет именно так же небеси, но в лувейском, некоторых других анталийских языках происходит денозализация, как в балтийском, то есть, появляются формы типа дебеси. Так вот, Бог в общем виде один из тысяч богов это Сиуна или Сиуни. Дальше очень интересный вопрос, абстрактное, существительное, которое часто употребляется, правда, обычно пишется не фонетическим образом. Сиуни и Атар. Значит, Сиуни это основа Бога, Атар это суффикс отвлеченного имени существительного, обычно с абстрактным значением. В последнем этимологическом словаре херстского языка, который издан два года назад Клёг Хорстом, он предполагает, что это слово Сиуни и Атар производное от глагола Сиуни но этот глагол известен, по-моему, если не ошибаюсь, только в одном тексте, поэтому это не очень достоверно, а это вполне может быть производное от прилагательного, прилагательное со значением божеский, соответственно, слово имеет значение божественности, и основной вопрос, которому посвящено уже несколько специальных статей, вот самые последние годы, это я суммирую то, что напечатано буквально в прошлом, позапрошлом году, но основной вопрос такой, что значит, простите, развалились, спасибо, вопрос такой, что означает это Сиуниятар, когда речь идет о Боге, в частности, о его перенесении, это несколько раз будет, и вообще о его представлении в виде скульптуры, значит, если вы помните предшествующий мой доклад о культе камне, я там говорил, что вот в этом районе терминологию, которого я сегодня обозреваю, было существенное различие необработанных камней, стоячих камней, как воплощение божества, и воплощение божества, которое изображалось определенным антропоморфным или зверином терморфным образом. по-видимому, сиунииатар надо понимать как божественность в широком смысле. Значит, высказаны вот в дискуссии, которые участвовали, но многие из такого сравнительно молодого поколения эхетологов в дискуссии высказывались две возможные точки зрения. первое, что это слово означает божественность, божественную силу, силу божества, сакральность, священный характер. Только или второе значение изображения соответствующего божества в виде статуи. по-видимому, все-таки правильно предположение, что основное значение сиунииатар это наличие вот этого качества божества, наличие чего-то, что отличает сиунии бога, любого бога от небогов, в частности в скульптурах, в скульптурных образах. Дело в том, что есть некоторые тексты, которые выглядят так. Сиунииатар, то есть вот эта божественная сила, в данном случае это другое слово, к которому я перехожу, это эс-ри. Он пишется с таким знаком для ша, но мы не уверены, что это читалось как ша, то есть может быть эш-ри, но скорее эс-ри. Это эс-ри я довольно подробно описывал в разных публикациях, в том числе достаточно старых, поэтому сейчас очень коротко упомяну. По-видиму, это производная с очень архаическим суффиксом р от основы быть-являться, то есть не только по семантике, по семантике это точно так, но и по корню, по наличию корня эс-быть-являться, это довольно хорошее соответствие русского суть. Так представьте себе вот форма типа су-ни-я-тар эс-ри или может быть эс-ри эс-ри священный характер этого изображения заключается в эс-ри, в сути. эс-ри вот эта суть это явно обозначение касающейся сути скульптурного изображения, изображение, которое должно включать все элементы полной копии человека, человеческого публика. Потому что есть два интересных, как минимум два интересных текста, в которых эта эс-ри упоминается. Один текст, скорее всего, перевод, но перевод архаического хатского языка. Одного из рассказов о боге грозы я поместил соответственно русский перевод в книжечке «Луна упавшаяся небо», кто хочет, может посмотреть там. Сюжет такой, что производит некоторая борьба между богом грозы и отрицательным началом, и носитель этого отрицательного начала, злодей, вредит изображению бога, в частности, изымает изображение глаза. Что само по себе интересно, видимо, связано с проблемой сакрального зрения, того, как сакральное зрение использовалось в древних религиях. Не буду сейчас этого касаться, скажу только, что когда глаза удается вернуть, богу, о нем говорится, что у него восстановилась его эссери, то есть его суть, в которой заключалась, как я уже сказал, и его божественность. Его суть включает в себя наличие богов. Другой интересный пример я недавно разбирал, можете посмотреть, вот в статье, которая сейчас напечатана болтославянских исследованиях по поводу предполагаемого возможного значения древнего топонима названия города Пурусханда. Я там цитирую один довольно старый текст, который касается совсем древних времен, даже с точки зрения хертов, касается происшедших в третьем тысячелетии до, то есть больше четырех тысяч лет назад событиях. Это был поход Саргона Первого, которому удалось воевать несколько анатолийских городов, и он там отдает распоряжение в этом тексте, что надо сделать, надо установить статуи у ворот этого побежданного города, и в частности одному царю, который играет существенную роль в рассказе по-видимому его имя Хурицкое, этому Хурицкому царю надо посвятить изображение, и про это изображение говорится, что оно Этли, то есть включает в себя все обычные приметы человека, при том, что это изображение мертвого царя, мертвый царь в херстских текстах обычно становился богом, это такая нормальная форма, означающая, что царь умер, потом он стал богом, это значит, что он умер, причем это не имеет никакого отношения к тому, какой он царь, то есть в тексте, где будет перечислено, сколько убийств совершил царь, какие он безобразия наделал, но потом все равно, если он умер, будет сказано, что он стал богом. Значит, это Эсри, древний херстский тип очень старых форм производных от глаголов, в частности, от глагола ЭД производная будет ЭДРИ, ЕДА, ПИЩА, ну и, соответственно, от ЭСРИ, БыТЬ, ЯВЛЯТСЯ, производная вот с примерным переводом суть, имея в виду полный набор признаков, которые должны быть у антропоморфного изображения. Вот, мне представляется очень интересно, во-первых, то, что есть такая разветвленная терминология, во-вторых, то, что эта терминология связана со старыми эндоевропейскими корнями, и со старыми эндоевропейскими корнями связано еще несколько слов, важных для понимания того, как осуществляется культовое использование вот тех камней необработанных или обработанных, которые упоминаются в текстах. Значит, я хотел бы коснуться одного вопроса, о котором довольно много занимались ученые в последние годы, и в частности у нас много интересного на эту тему написал Владимир Николаевич Топоров в своих таких хитологических экскурсах. Он разбирал термин, встречающийся в хедском заупокойном культе тарпальне, ритуальная замена. Значит, это происходит от глагола тарп. По-видимому, это слово, как предположила в свое время Ван Брок, такая очень талантливая исследовательница хедских текстов, к сожалению, недолго работавшая, но у нее замечательная работа о хедских основах на лу, и вот она там разбирает этот тарпаль, и следом за ней слово разбирал Надь, вот тот Надь, который работает над античными проблемами в Гарвард, он подробно рассматривал возможную связь хедского тарпаля с древнегреческим хэрапон, в частности, в связи с Ахиллом и Патроклом. Но основная проблема вообще ритуальной замены. Значит, тарпали, по-видимому, это некоторый образ, который заменяет самого человека, вот суть самого человека, как Ван Брок в этой работе о хедских основах на лу писал «Ле тарпали нотр своем, уни прожекцион до ла индивиду сур лакэль сон трансферой по ла маги и дюверб и тут ле сурюр дон в сурюр 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 и нон и я своем смысле сурюр англеск и н н н иное бытие я проекция индивида на которого переносятся посредством словесной магии все те помехи буквально прегрешения запачканности от которых с помощью ритуала предлагают избавиться то есть по-видимому здесь основное значение этого глагола тарп заменять остается ну не очень понятно мне языковая связь то есть это может быть очень старое совпадающее название ритуальное но вполне может быть и культурным миграционным термином то есть вполне может быть что-то как и некоторые другие термины скажем термин обозначающий кровь богов и кор это может быть культурный миграционный термин который в конечном счете переходит в греческий но имеет соответствие в херском хотя и в херском тоже может быть из какого-то начального языка следующее слово которое тоже важно с точки зрения идей переноса каменное или другое изображение как способ перенести некоторые свойства и свойства могут быть перенесены также на физического двойника человека это херская химма значит первое слово это хетское х ну которое в словах антиевропейского происхождения как вот в данном случае по-видимому восходит к одному из лазингальных химма то есть это замена значения все вокруг некоторого ритуала в частности это слово существенно для воинских клятв таких военных обязательств которые включают клятву вот некоторым двойником но общее значение это образ то есть соответствие с латинским имаго довольно точное но латинский имеет еще дополнительный суффикс но основа химма соответствует латинскому има имаго образ и соответственно это слово проэндоевропейское имеет соответствие в проформе ларингальной видимо не слоговой и в положении перед э дифтонг эй хотя вторая половина дифтонга может рано исчезать и м которая может быть несуффиксальная вот в случае если древняя основа это примерно хем то может быть и не было группы и м но это несколько похоже на ситуацию с и в силу но это та форма которая представлена в практически всех индоевропейских языках пожалуй имеет смысл отметить мы довольно много писали на эту тему вместе с топором отметить латинское латышское юмис до сих пор используется как обозначение мифологического ритуального термина который обозначал когда-то двойника то есть это этим логически соответствует индоиранскому яма в смысле двойник и двойник связанные с тем светом вы знаете юмис сейчас очень популярен в сельскохозяйственных обрядах песнях дайнах связанных с обрядами и поэт которого видимо как неудивительно правильно назвали народным поэтом Латвии недавно умерший Зия Дунис написал в свое время поэму об этом юмисе ну где так современными стихами переложил некоторые мотивы латышских священных коротких народных песен дайн это было в советское время вызвало некоторое беспокойство редакторов и меня просили написать предисловие к тексту ойомисе поскольку было какое-то подозрение что Зия Дунис хочет что-то такое опасное протащить в связи с этим культом ну я с удовольствием это сделал потому что действительно это очень интересно что вот этот двойнический культ в очень специализированной форме то есть в связи с обрядами касающимся приготовления продуктов льняных обработки растений и дальше то еще получаются льняные ткани вот это вполне сохраняется в живой балтийской традиции и на уровне такого сельскохозяйственного обряда сакрального но не приуроченного к какой-то специальной религии а это просто вот некоторые поверья касающиеся именно льна ну то есть значит из моих примеров вы видите что это достаточно широко используемый термин в этом случае по-видимому безусловно речь идет об исконном индоевропейском начале ну пожалуй что тут еще интересно германское соответствие как в свое время показал Гюнтерт такой очень замечательной книги 20-х годов еще то есть написаны практически сто лет назад книги о мифологическом празднике празднике весны европейцев гюнтерт показал что эдическое юмир соответствует соответствует тому что в балтийских языках например в латышском юмис и соответствует по-видимому в современных обозначениях комбинации ларингальной и йод не слоговой э или дифтонг эй и эм вот это группы то есть что-то типа хэм или хэйм она представлена почти во всех индоевропейских диалектах вот значение образ двойника в частности двойника замены на которую можно переместить какие-то отрицательные признаки или образ замены которая может быть убита вместо того кого заменяет это или наконец это просто мифологический образ связанный с разными представлениями о том свете как яма в эндоиранской терминологии значит что что у меня поражает и кажется мне очень интересным это то что я вам перечисляю целый ряд ключевых терминов они все бесспорно носят эндоевропейский характер то есть такое впечатление что во всяком случае в этой сфере религиозных мифологических представлений речь идет просто о продлении очень старой традиции что радикально отличается от другого типа священных предметов значит как я пытался показать вот в специальном докладе другой тип священных предметов на этой же территории в Анатолии и в Сирии это предметы являющиеся необработанными камнями скажем глыбы базальта они могут быть тоже не очень большими как скульптурные изображения могут быть и очень большими но это обязательно необработанные камни их мифологическая роль подчеркивается тем что в городах которые построены с посвящением разных ворот основным богам которые приручены к сторонам света чаще всего существуют особые ворота для вот этих необработанных камней или стоячих камней что мне кажется очень интересным хецкий термин который повторяется и в сирийских текстах когда они написаны хецкими песцами хецкий термин для этих необработанных камней происходит из аккадского это хецкое ху-ва-си ху опять то что в индоевропейском было было рингальным но это слово которое в семитском в частности в восточно-семитском аккадском это была отдельная фонема произносившаяся видимо как аспирант заднеязычный х ху-ва-си или ху-ва-ши это специализированное значение необработанный камень или стоячий камень и явно происходит из аккадского старого термина ху-ва-су или пока еще было обязательное окончание м ху-ва-су там значит замена происходит группы ум ум на у что объясняется фономорфологическим правилам которые давно были открыты стартован для хецкого языка то есть это соответствие ум оно нормальное обычное значит хецкие песцы не имели специального термина для обозначения необработанных камней в то время как все обработанные камни описываются вот группой тех терминов которые я разбирал необработанные камни стоячие камни имеют только это специальное аккадское название то есть такое впечатление что это была некоторая новость которая представилась вы понимаете хецкие песцы это ведь часто специально приглашенные люди из Вавилона не обязательно хеты они хорошо знали аккадский язык встретившись с новым необычным понятием они вполне могли его называть по-аккадски ну с какой-то фонетической вариацией и здесь мы видим такой вот результат классификации произведенные явно писцами с вавилонской ученостью которые встретились с необычным результатом и пробуют его таким образом описать значит я полагаю что это очень интересно что два вида камней камни с попыткой изобразить антропоморфно или звероподобно некоторое божество все эти камни называются серией слов по происхождению очень старых анатолийских индоевропейских а другой тип камней необработанные камни которые много значит для религии ну по-видимому вот туземных частей населения судя потому что нам сейчас понятно вот это поклонение силам природы еще не обработанные не превращенные в произведение искусства это называется в конце концов просто условным аккадским термином никаких других терминов в этом значении пока не встретилось вот это такие любопытные результаты проведенных в последние годы исследования ритуального словаря для вот этой области Анатолия ну пожалуй в заключение я приведу довольно интересное описание того как может быть построен хурицкий ритуал заведомо нехетский заведомо связанный с некоторыми особыми обычаями этих мест значит хуриты как раз представляют собой достаточно древнее население именно севера Сирии значит первое что в этом интересном хурицком ритуале сказано это что речь идет о необходимости задуматься над тем как создать новую статую в чистом месте на горе в том случае где там где там есть вода но при этом фигурирует вот это понятие эссери которое как я вам сказал описывает в целом всю внешность включая признаки отдельного бога как личности значит интересные термины которые мы видим в этом тексте это чистое место нужно найти чистое место апахетски это супа и пиди пиди это индоевропейское пэда место супа по-видимому тоже достаточно старый индоевропейский анатолийский термин там существенно что должна быть должна присутствовать вода ватар ватар эсци интересно то что ватар эсци предшествует введению дальше формы эссери там есть вода и эту воду можно лить на тело статуи используется термин туки хетски который соответствует сенски твач то есть это именно тело то есть по-видимому если есть вода и есть камни то можно начать новый курицкий культ та вода которая будет омывать камень она будет рассматриваться как вода омывающая тело туки си лаху вае лаху вае это корень который латинская и романская лав лау туки си ее его бога божества тела значит вводится понятие тела в связи с тем что на камень может литься может литься вода и наличие воды обязательные условия для возникновения нового культа а так любой камень поливаемой водой может стать началом этого природного культа для которого будет использоваться вот этот термин эсси в некоторых случаях можно таким же образом использовать дерево в частности дерево которое называется специальным термином сахи особой породы деревьев сахия эссарити эсду эссари это опять это эсри ну эссари пишется просто по необходимости записать силабически эту форму то есть это эсри эсду да будет эсду появлительное наклонение третье лицо единственного числа да будет эссари да будет сутью этого изображения вот сахи то есть определенный тип воды значит такие руководства по созданию новых образов богов показывают что довольно легко было создать новый образ если природные условия этому соответствуют ну пожалуй что я на этом сегодня кончу моя задача была проиллюстрировать особенности вот той терминологии которая касается камня но одно слово я не упомянул потому что я его не нашел в ритуальных текстах но тем не менее оно из других хетских текстов известно и оно очень интересно общее хетское слово для камня аку по-видимому с индоевропейским к палатальным и это то слово которое с атомным преобразованием к палатальным превращается в с известно нам в авистийской форме каменного неба где этот корень будет ас 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 ну вы знаете что славянский камень хотя входит в эту этимологическую группу слов но это из числа тех слов для которых это изогласок сатем кентум для славянского не действует поэтому как в некоторых других случаях по соседству с носовыми согласными происходит какое-то изменение старого палатального он заменяется непалатальным но хетское аку явно соответствует индоиранскому эйкю с палатальным к и это тот термин который родственен названием камня и каменного молота то есть слова типа английского хэмер молот сделан из камня то есть орудия каменного века они обозначаются этим термином но я повторяю что ни в одном ритуальном тексте в которых есть вот термины которые я разбирал этого слова нет поэтому у меня такое впечатление что это слово в своем употреблении ограничено мифологией а не ритуалами отчасти это же касается термина перуна о котором я очень много писал поэтому сейчас сегодня просто упомяну его что это изолированная хета славянская изоглоса потому что в других индоевропейских языках почти всегда за р следует кво лабиавиллярный которого нет ни в хетском ни в славянском во всех других индоевропейских есть это эдическое ферген как обозначение матери бога тора это латинское кверкос и так далее ну значит можно предполагать что в хетском это было название камня и огромные скалы которые имела мифологическое назначение потому что с этой скалой сочетался братом бог который хотел породить каменное оружие каменное орудие создание которого вызывает ужас богов вот в худицкой хетской поэме песнь об улекуме но большинство употреблений этой основы без конечного суффикса на который напоминает си уна бог от си убо перуна по-видимому тоже может иметь этот суффикс на а бог первого один из самых главных богов туземного анатолийского населения в то время когда с рубежа третьего и второго тысячелетия ровно четыре тысячи лет назад до нас доходят сведения об анатолийских купцах которые торгуют с акадскими купцами и мы поэтому получаем сведения об их языке и религии и в этой религии существенной роль играет бог первого вот вероятно связанная с последующим богом перуна и про этого бога первого многократно сказано что он находится на небе си то есть господь находится на небе это тот интересный опыт который зафиксирован четыре тысячи лет назад то есть вы увидите что даже если бы я не был специалистом по словистике который занялся анатолийскими языками вот эти изогласы все-таки поразительны потому что они показывают что некоторые ритуальные формы сохраняются на протяжении такого большого количества лет спасибо за внимание вы знаете да действительно исследованы камни некоторая трудность с обозначениями потому что большинство таких более специальных названий записано логограммами то есть они записаны иероглифами не фонетическим чтением то что я вам приводил это знаки которые можно прочитать фонетически а некоторое количество обозначений камней логограммы то есть это шумерские и акадские слова про которые мы не знаем как их читали пахетски то есть если они писали акадограмму со значением базальта мы такие знаем да то мы не знаем как ее читали пахетски это просто особенность письменности такая то есть поскольку писцы как я вам сказал очень хорошо знали акадские шумерские шумерские мы даже не всегда уверены что и они знали хетские соответствия но если они знали то они нам их не разоблачали но правда вот слово сиониатар избежало этого потому что его можно написать и очень часто оно пишется как дзингир то есть дзингир это шумерское то же самое что тенгри знаете наверное по центральноазиатский термин высшего бога неба вот дзингир как логограмма а дальше будет дзингир ниятар то есть возможно комбинированное написание логограмма за которой следует часть фонетического написания к сожалению вот для некоторых камней мы этого не имеем а так напечатаны некоторые образцы найденных там же камней которые скорее всего и есть значит если мы находим скажем глыбы базальта и некоторые другие без обработки без рисунков и без человеческих черт мы думаем что значит это вот эти стоячие камни но на них ничего не написано поэтому поэтому это все-таки не 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 окончательно документировано написанными тоже есть примеры но очень мало потому что все-таки то что не писалось на них это относится к тому что они необработанные да самому по себе написание уже некоторые некоторые способы их введения в цивилизацию а они по природе не обработаны вы знаете это хуридские тексты все-таки второго тысячелетия хотя вообще хуридская традиция начинается уже с третьего и археологически зафиксирована в третьем тысячелетии насколько я знаю те находки которые сделаны в третьем тысячелетии там определенных следов воды при камне нет а для второго тысячелетия уверенно так вы знаете это очень конечно интересный вопрос по поводу того как как именно сохраняется представление о священности этих камней во многих традициях метеориты имеют специальные названия вставленные мифологическую интерпретацию но в частности в польских локальных местных традициях очень часто метеориты называются перу перу новыми стрелами то есть их привязывают к перу то есть это орудие бога перу по поводу железных метеоритов во первых известно что у них определенное соотношение железа и никеля которые их часто характеризуют в отличие от других образования железистых метеоритов огромное количество метеоритов на территории древних цивилизаций Ближнего Востока ушло в дело то есть были переработаны в разного рода железные предметы поэтому при том что мы знаем что число метеоритов упавших на территории Месопотамии Сирии Малайзии достаточно большое но остались они в виде метеоритов в очень малом числе логограмма иероглибический знак в клинописи для метеорита это камень с неба и потом этот знак стали использовать для железа вообще по-видимому открытие которое сейчас большинство ученых склонны приписывать хатам вот древнему населению Малайзии открытие состояло в том что определенный тип металла который можно получить нагревая железистую руду с определенной костной примесью которая помогает этим процессом химическим эту руду можно отождествить тем что было в небесных камнях это такое большое научное открытие которое было сделано теми кто начал железный век железный век начинается с переосмысления метеоритов как подобие или наоборот с переосмысления результата обработки железистых руд но у меня есть по этому поводу такое соображение которое может быть вы от меня уже слышали что поражает при знакомстве с современными исследованиями технологии обитателей пещер типа лоску поражает то что они уже владели техникой как выплывить охру из железистых руд примешивая к ним вот аналогичную костную смесь и доведя температуру до соответствующей точки то есть почему бы им было вообще говоря не найти железо таким образом не нашли между временем когда так добывали охру и железным веком несколько десятков тысяч лет представляете то есть это безусловно неплавное развитие а все-таки почему какой запрет может быть табу мешало интерпретации случайным образом там скорее всего выглавлялось нечто железообразное по-видимому выбрасывалось это вот такой интересный факт к предыстории века металла что по-видимому век металла был подготовлен каким-то изменением взглядов на то что мы должны искать и делать как мы можем изготовлять металла вы знаете впечатление все-таки что вкладывали смысл потому что все-таки очень часто описывается что надо статую предположим статую амбога плодородия Дагана поместить рядом с необработанным камнем или даже между двумя необработанными камнями то есть такое представление что в этих камнях есть какая-то священная сила которой они могут как бы заразить вот эти сделанные людьми из вояния и может быть в природных образцах больше этой натуральной силы но это мы конечно интерпретируем так потому что предписание такое нужно эти камни если есть ворота посвященные такого рода необработанным камням то их в определенное время нужно поместить за эти ворота то есть не в черте города а за пределами черты цивилизации вот за пределами черты цивилизации эти камни по-видимому обладают некоторой священной силой которую они могут передавать нами изготовленным но в каком-то смысле результаты нашей собственной работы скульптурной этажом ниже чем то что в природе вот в природе вы нашли камень нашли воду полили устроили полив этой священного камня священной водой все в порядке да а если вы должны при этом изготовлять статуи бога с таким-то названием то это длительный процесс и вы в результате получите результат человеческой работы а нужно еще это превратить во что-то священное вы знаете к сожалению к сожалению все-таки описаний обряда нет вот во всяком случае в тех текстах которые пока что изучены но их очень много и не не похоже что вдруг обнаружится то есть мы только вот можем какие-то предположения высказать есть есть описание того как статуя по какой-то другой причине помещают на колесницу но нет вот где было бы сказано что это делается как часть такого обряда перемещения этого нет и к сожалению вот все-таки таких подробностей в виде этого Бога мы тоже не имеем про него только сказано что он Бог наш но никаких нет сведений как он при этом выглядел это нам неизвестно а на основании всяких сравнительных данных ну в большинстве индоевропейских религий это ну как Зевс скажем у греков нечто человекообразное но настолько различаются разные отдельные индоевропейские традиции что я бы не решил сейчас сказать что что мы можем отнести к какой-то проформе из которой они все могли получиться совсем не уверены в том что это можно сделать что это так это это что это